Привет, с вами Антон Ким, тренер CityChess, и мы начинаем серию видео о защите двух коней. Итак, начинается с хода e4, e5, конь f3, конь c6, слон c4, белый готовы играть итальянскую партию, но вместо выхода слона на c5, черный играет конь f6, получается защита двух коней, один из старейших дебютов, первое упоминание аж в 16 веке, дебют для тех, кто любит острые ощущения, здесь всегда очень веселая и непредсказуемая игра, и у белых здесь два принципиальных продолжения, это играть d4 или конь g5, в ближайших видео мы будем рассматривать ход конь g5, казалось бы, что мы нарушаем дебютный принцип, который гласит, что мы не должны ходить в начале одной фигуры дважды, но здесь это исключение, да и вообще раньше шахматисты мыслили прямолинейно, задача игры поставить мат, а лучший способ это сделать, напасть на короля, что белые и делают, грозит вилка на f7, на ферзя и на ладью, и теперь пешку нужно как-то защищать, у черных не так много вариантов, есть например безумный ход слона на c5, контратака тракслера, о ней мы поговорим отдельно, она заслуживает отдельного большого внимания, и поэтому здесь основной ход это d5, то есть перекрывая дорогу для слона, посмотрим, что будет, например, если белые побьют слоном, вроде бы атака возобновилась, но это проигрывающий ход за белых, потому что следует взятие, размен, размен, забрали на c6, побили на g2, висит ладья, ладья f1, слон h3, грозит мат в один ход, поэтому ладью нужно защищать, разменялись, разменялись, ну и здесь у черных прекрасная позиция, выигрышная у них, во-первых, лишнее качество, здесь черные могут сыграть и e4, могут побить пешку, могут сыграть b6, могут сделать длинную рокировку, у них все будет хорошо, поэтому бить слоном на d5 это большая ошибка, вместо этого, конечно же, нужно брать пешкой, но давайте посмотрим, что будет, если черные вообще не будут играть d5, например, побьют пешку на e4, ну, опять-таки, если белые отреагируют и заберут коня, то последует просто d5, и у черных тоже будет полный порядок, они отыграют фигуру, и у белых уже здесь ничего нету, и перевес переходит в сторону черных, если же после взятия пешки черные побьют на f7 конем с вилкой, то белые начнут рассыпаться после перзя на h4, грозит мат в один ход, поэтому, например, здесь белые могут сделать вполне логичный ход рокировка, но тогда последует жертва коня, слон c5, у черных уже есть перевес, ферзи f3, например, ладья f8, и теперь белым нужно думать просто как спасаться, а спасения, скорее всего, уже нет. Ну, если, например, не последовала бы рокировка, а просто сыграли бы ферзем на e2, все равно мало чего было бы приятного, конь d4, напали на ферзя, g3, разменялись, белые забрали ладью, мы здесь забрали, и вряд ли белые рассчитывали на такую позицию, да, позиция плюс-минус равная, с обоюдными шансами, но когда белые шли в этот вариант, вряд ли они хотели именно этого. Вернемся назад. И посмотрим, как нужно было действовать после удара на e4, бить нужно было слоном, а не конем, например, король e7, d4. Ну, мы сейчас рассмотрим предварительный вариант, например, h6, разменялись, разменялись, d5, конь отступает, и белые просто зажимают черных, король g8, конь c3, конь c6, висит конь, ферзь d5, шах, король h7, конь f7, уже мы напали на вилку, например, ферзь h4, здесь забрали, конь напал тоже на вилку, ферзь b3, забрали коня, a3, конь отступил, ну, и здесь у черных ничего нет, у белых активная игра, большой перевес, и они, скорее всего, без труда победят. Вернемся назад. И посмотрим основную линию, d5, e, d, и теперь здесь у черных есть несколько основных продолжений, это сыграть конем на a5, сыграть конем на d4, сыграть b5, но давайте рассмотрим ход коня, который бьет пешку на d5, казалось бы, логичный ход, черные просто отыгрывают пешку, но после этого хода следует жертва коня на f7, побили, побили, и теперь f3, шах с двойным нападением на короля и на коня, ну, если король отойдет на g8, то сразу последует просто мат, пару ходов, если король отойдет на e8, ну, здесь тоже будет мало чего приятного, потому что белые просто отыгрывают фигуру, у них лишняя пешка, напали на мат, поэтому ферзи f6, например, разменялись, ну, и здесь ферзь может дать шах, может отойти на e2, затем разменяться, у черных уже много слабости с дебюта, и у белых комфортная игра, комфортный перевес, поэтому все у них хорошо, поэтому все-таки основное продолжение это короля на e6, подкрепить коня, белые играют конь c3, и теперь здесь у черных опять-таки несколько продолжений, два основных, это сыграть конем на e7 или конем на b4, можно встретить ход коня на d4, ну, давайте по порядку посмотрим, например, что будет, конь отойдет на e7, вполне здравый, логичный ход, подкрепили коня, и теперь у белых есть ход d4, пешку забирать нельзя, потому что белый король и так в центре, и так слабый, пешка его единственное прикрытие, ну, посмотрим, что будет, например, пешку побили, вот есть такой прикольный ход слона на f4, теперь мы можем просто отдать фигуру, как ни странно, белые уже пожертвовали две фигуры, и пока непонятно за что, белый делал длинную рокировку, например, побили пешку, отошли, подкрепили коня, но теперь после шаха на e1, выясняется, что спасения у черных нету, потому что на любое отступление у черных большие проблемы, ну, например, король захочет отойти подальше, спрятаться, но уже об этом можно только мечтать, потому что следует жертва ладьи, например, побили, и просто даем мат в один ход, ну, а если после взятия, например, побить пешкой, то все равно последует шах, закрылись, и мат, если же после жертвы ладьи, король убежит, но все равно здесь мало чего приятного, последует шах, шах и g6 разменялись, в ферсе e5, ну, здесь в любом случае есть мат 5 в 6 ходов, поэтому черные здесь не держатся, ну, если короля отступит, например, на d7, он встает под ферзя, здесь тоже мало чего приятного, слон c7, такой шах, здесь в любом случае все начнет разрушаться, слоны в 5, разменялись, g4, и черный король не удержится, белые отыграют все, что потеряли, и победят, поэтому вернемся назад, и будем знать, что пешку на d4 бить нельзя, основное продолжение это c6, подкрепить коня, теперь, например, слон g5, h6, ну, черные хотят спросить, зачем сюда вышел слон, слон разменивает коня, белые делают длинную рокировку, например, слон g5, король отступил, ладья f8, напали на ферзя, перси e4, напали на пешку, пешка при этом связана, встречалась партия между одним кандидатом в мастера, и фиде мастером, который забирал слоном на f6, это проигрывающий ход, потому что все равно следует взятие, ну и на взятие слона здесь мало чего тоже приятного, потому что следуют некоторые размены, и выясняется, что просто черный не держится, но если после взятия отступить слоном, то опять-таки возникает примерно то же самое, в одной из партий было сыграно перси e8, ну там мат не нашли, но здесь есть мат в три хода, мы даем шаг, король забирает ладью, мы даем шаг на d5, король c7, и мат. Здесь есть единственный ход за черных, который спасает их, который, однако, никогда не был применен, потому что его довольно сложно найти, это ладья f4, подставляя короля под всевозможные шаги, например, шаг, король f7, разменялись, снова шаг, король отступил, теперь грозит ладья на f5, с выигрышем чего-то, поэтому слон отступает, например, на b3, и ферзи f6, и здесь ничейная позиция, потому что на любой шаг, или на любое нападение черные просто будут двинуться за перзем, и будет ничья. Вернемся назад, и посмотрим, что будет, если конь отойдет, например, не на e7, а на b4. Основной ход это маркировка, ну, сразу забирать нельзя, потому что висит конь, поэтому черные играют c6, а белые играют d4. В этой позиции встречались два гроссмейстера, и один гроссмейстер побил пешку на c2. Это проигрывающий ход, потому что следует взять на d5. Один из гроссмейстеров побил ладью, казалось бы, вроде все неплохо. У черных уже и лишний конь, и лишняя ладья, но следует ладья d1. И выясняется, что здесь опять-таки очень большие проблемы. Все зависает, все висит, вот король очень слабый, черные играют b5, разменялись, разменялись, конь отскочил на f4, шаг, висит ферзь, король отступает, ферзь уже потерян, теперь ферзь забирает на c6, напали на ладью, ладья отступила, конь d5, и черные сдались, потому что здесь уже ловить нечего, и черные в любом случае, скорее всего, проиграть. Ну, можно рассмотреть продолжение, например, сладья сыграет на b7, дадим шаг, от шага закрылись, здесь разменялись где-то, теперь d6 шаг, слоном закрылись, теперь здесь шаг, сыграем e6, ну, у ходов не осталось, например, ладья e8, сюда сделали шаг и мат, и ладья не может съесть ферзя, так как связано, вот, но как нужно было сыграть? На c2 бить нельзя, компьютер говорит, нужно играть, перзем на f6, так еще никто никогда не играл, поэтому мы сейчас рассматриваем компьютерную линию, но здесь на самом деле очень сложно, здесь одна неточность, либо за белых, либо за черных, и перевес может быть упущен, перзи f6, перзи d1, король e7, ладья e1, fg6, то есть, даже я сейчас не буду говорить, какие-то давать комментарии по поводу этих всех ходов компьютерных, например, а3, теперь здесь нельзя забирать, так как начнутся большие осложнения, c2, здесь разменялись, далее шаг, слон e6, закрылись, и просто черные здесь не удерживаются, ну а если не бить спешку, то нужно размениваться на c3, тогда последует шаг, король отступит, происходит какая-то серия ходов, все это сложно объяснить, да я и не буду, то есть, такими ходами черные держатся, но опять-таки повторю, что такие ходы не встречались, в базе партии их нет, и сделать с десяток точных ходов по первой линии компьютера, ну скорее всего, это невозможно, ну особенно если это с быстрым контролем, поэтому мало чего хорошего здесь есть у черных, вернемся назад, и посмотрим, что будет, если конь пойдет на d4, напали на c2, напали на перзя, ну по сути, черные возвращают новую фигуру, потому что мы бьем, конечно же, на d5, и если король отступит, например, на e7, то последует мат просто в несколько ходов, поэтому король должен отступить на d6, ну и у белых есть две опции, например, сыграть с ферзиом на d3, или сыграть с ферзиом на g3, то есть мы можем все отдать, то есть дали шаг, забрали ладью, но после d4, непонятно, как здесь вообще черным реагировать, но на какой-нибудь логичный ход ферзя на f6, подкрепить пешку, просто последует слон f4, и черные проигрывают, поэтому острый вариант, и если черные где-то пойдут в опрометчивую такую контратаку, то могут и поплатиться за это, ну а, например, рисковать с ферзиом на g3 все-таки, тоже опасно, если ферзи сыграет, например, на d3, там, например, слон f5, закрылись слоном, разменялись, дали шаг, король e6, рокировка, но опять-таки, здесь у белых комфортная игра, они отыграли фигуру, у них лишняя пешка, король черных очень слабый, у белых более активная позиция, ну и фигуры черных, мало чем сейчас полезно занимаются, ну и белые, скорее всего, здесь перевес свой реализуют. Резюмируем немножечко все вязанное, бить пешку на d5 крайне опасно, так как следует жертва на f7, здесь, конечно, встречается и ферзи на f3, но жертва коня, это более такой принципиальный ход, если белые знают здесь эту линию, то они, скорее всего, без проблем победят. В следующий раз мы рассмотрим одно из основных продолжений на коня на а5, который ведет к не менее острой игре, да и вообще в защите двух коней не бывает не острых вариантов, все очень интересно, весело, непредсказуемо, поэтому если вы любите комбинационную, тактическую, острую игру, то очень рекомендую этот дебют изучать, пробовать. На этом все, спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»